АРЕНА СОБЫТИЙ Владислав Левочкин. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо. Про культуру всегда поговорить приятно, но вот не смогу обойтись без первого вопроса. Из интервью Дмитрия Медведева, пяти российским телеканалам. Отвечая на вопрос по гуманитарной сфере, премьер-министр сказал в частности следующее. Министр культуры это идеологическая сфера. Вот очень хочется спросить у вас, согласны ли вы с этим? Ну, у нас, согласно российской конституции, вообще нет идеологии в государстве. Но, тем не менее, конечно... Ну, она не давляет, собственно говоря, да? Она запрещена. Просто запрещена. Там есть пункты о том, что у нас любая идеология запрещена. Тем не менее, это, конечно, вот сейчас тоже много вопросов, каким образом этот пункт возник, почему он возник, с чем это связано. И, в принципе, любая политика, она сама по себе, по определению, она подразумевает идеологическую составляющую. То есть, собственно, политика, это состоит из идеологической составляющей, определения приоритетов и ресурсной составляющей. А культура часть политики? Культурная политика, она подразумевает культурную идеологию. Я считаю, ответ получен. Спасибо вам за него. Спасибо. Давайте подведем итоги года кино и поговорим, наверное, в разрезе кинопроката. Насколько это тяжелая история для республики? Ведь вот с чего начну, кстати говоря. Вы знаете, и на совещаниях поднимается часто этот вопрос. Миграция людей из районов в тот же самый Якутск, где есть культурная жизнь, а там нет. Что-то делается в этом плане? Даже на отчетах правительства часто поднимается вопрос. И некоторые отчеты с этого вопроса начинаются. О том, что необходимо организовывать кинопоказы на селе. Поскольку молодежь должна ощущать сопричастность к жизни страны, к жизни своей республики. И вот это отсутствие качественного досуга, оно очень сильно влияет на то, чтобы закрепить молодежь именно на селе. Давайте скажем, в каких местах, в каких городах, в каких населенных пунктах за этот год, может быть, вы скажете? В этом году, да, у нас очень хорошие результаты. У нас появилось новых 8 кинозалов по всей республике. Вот буквально на той неделе открылся кинозал в селе Барагонцы, в селе Амга, до этого в селе Намцы, еще до этого в селе Верхний Вилюйск. То есть у нас сеть распространяется, несколько кинозалов открылось здесь в Якутске. Причем у нас в этом году вот так сложилось, что как бы год кино, да, и с разных сторон были предприняты усилия для того, чтобы это все стало возможным. Были заложены определенные средства в республиканской программе. Также мы подавали участие, заявки на участие в федеральном конкурсе. Сами муниципалитеты участвовали, и 6 заявок было подано, 3 из них было одобрено. Это очень неплохой результат по Дальному Востоку, поскольку по другим субъектам такого результата нет. Это большое достижение. Я считаю тоже. И сейчас мы должны добиться того, чтобы у нас были высокие показатели по посещаемости в этих кинозалах, поскольку мы должны отчитываться в течение 3 лет до 2019 года, мы должны давать данные о посещаемости, о том, чтобы там была чистая прозрачная отчетность, поскольку это тоже очень важно. Сейчас все у нас кинозалы подключаются к системе ЕАИС. Если они не подключены, то это, в принципе, уже на грани пиратства может преследоваться. Единая автоматизированная информационная система. Информационная система. И также требования фонд кино поставил с тем, чтобы 50% контента прокатываемого было именно отечественное кино. А вот как этого добиться? Потому что не секрет, что прокатчикам выгоднее крутить зарубежные. Но вот нам в этом отношении проще, поскольку у нас есть свой контент. И он у нас очень востребован, очень любим аудиторией, тем более сельской аудиторией. Поэтому мы надеемся, что у нас проблем с этим не будет. У нас, в принципе, и по показателям по городу Якутску, в принципе, мы можем этого добиться. По другим регионам в России все-таки ситуация сложнее. Есть сложность. Тем не менее, мы должны агитировать наше население. Ходите, пожалуйста, в те кинозалы, которые открылись. Приходите в них, смотрите кино. Приходите, возможно, там классами, может быть, коллективами. Сейчас очень много патриотических таких фильмов снимается. Допустим, «28 памфиловцев» – очень хороший фильм. Все рекомендуют. Я еще сам не видел. Вы не видели? Не видел. Я тоже не видел, кстати говоря. Поэтому не будем обсуждать. У нас, в принципе, весь прокат, все, что сейчас идет в мировом прокате, то, что рекламируется по первым телеканалам, по центральному телевидению, это все сейчас у нас сразу же поступает в наши кинозалы. А существует ли такая проблема, Владислав? В кино ходит 25% населения. Ну, вроде бы так, статистика говорит. В небольшом районном центре. А прокат, собственно говоря, две недели. Ну, за первую неделю все посмотрели, а во вторую неделю, наверное, зал будет пустой на эту ленту. Ну, кинопрокат, он, конечно, настроен на то, чтобы производилось как можно больше новых фильмов. Мы, тем не менее, вот у нас многие кинозалы открываются именно в социальных учреждениях. Вот, допустим, в Барагонцах и в Амге у нас открылись именно при Центре дополнительного образования. То есть, пользуясь этим оборудованием, Центр дополнительного образования может показывать не только коммерческие кинопрокатные фильмы, но и в том числе какие-то социальные организовывать проекты, бесплатные кинопоказы. Это тоже будет влиять на посещаемость. Допустим, есть вот перечень 100 фильмов, рекомендуемых к просмотру. Там есть фильмы и мировой классики, есть то, что касается литературной программы в школе, поэтому это обязательно... Там больше отечественных, кстати говоря, лент. Там больше отечественных лент. Там отечественные ленты, мультфильмы. И как раз то, что невозможно увидеть в коммерческих кинотеатрах, да, можно прийти и вот в социальных учреждениях посмотреть, скачать из интернета никто не запрещает, и можно организовать, но только бесплатные кинопоказы. Эти показы должны быть бесплатными. Не поделитесь ли вы вот какой информацией, может быть, вы знаете уже планы на будущий год по открытию кинотеатров? Уже есть подтверждение фонда кино. Мы как раз присутствовали на торжественных мероприятиях по закрытию года кино, который проходил в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. И там очень отмечалась эта программа. Были хорошие отзывы по нашему якутскому кинематографу. И там было сказано о том, что эта программа обязательно продолжится. То есть те наработки, которые появились в год кино, они должны продолжиться. Мы планируем участвовать в следующем году тоже, опять же, в конкурсе. И от посещаемости, которая будет по нашим залам, зависит от того, каким образом... Которая показана будет вот сейчас, да, собственно, от посещаемости. Будет зависеть от нашей дальнейшей успешности участия. Да, да, да. А вы были на Ленфильме? Поделитесь, кстати говоря, впечатлениями. Да, я был на Ленфильме и на Мосфильме. Так получилось, что мне удалось побывать на этих киностудиях. Конечно, это удивительно. Шедевры нашего советского кинопрома, кинематографа можно увидеть это вживую, прикоснуться к этому. Это действительно того стоит. Обязательно, если будет такая возможность, побывайте там. Да. Финомен Сахавут. Сколько фильмов сейчас снимается в год? Ну, вот у нас были показатели 10-15 фильмов в год. В этом году у нас, скорее всего, показатели снизятся, поскольку у нас сейчас вот началась работа по двум крупным национальным кинопроектам. И сила, большие силы кинематографа задействованы именно по этому кинопроизводству. Ну, первый – это «Гондархан», а второй проект – «Гондархан» и «Созвездие Марии». Созвездие Марии. Да, это снимает, получается, российская компания. Там также есть участие республики, там есть участие наших артистов, наших локаций. Наших интерьеров, которые впоследствии останутся в нашей республике, будут работать на развитие туризма. А поделитесь, пожалуйста, мне просто интересно, на какой стадии производства находятся сейчас эти ленты? Допустим, «Созвездие Марии» там, в принципе, уже закончены все фильмы. Там идет еще, кстати, конкурс по названию. Название, оно немного не соответствует содержанию. Там есть отсылка к истории, которой нет в самом фильме. Поэтому все фильмы… Можно принять участие. Да, можно принять участие, можно что-то предложить, можете обращаться к нам в «Месяц культуры». Сцены все сняты в основном, там остались только зимние сцены и сцены во дворце в Санкт-Петербурге. Уже нам обещают, что к осени следующего года уже будет монтажная версия, то есть окончательная версия подготовлена для кинопроката. По «Тыгандархану» это наше отечественное производство, в нашей республике полностью производится фильм. Сейчас у нас полностью завершен подготовительный период, костюмы, антураж, реквизит, это все, что необходимо было создать мастерами народного творчества. И в следующем году начнутся съемки. Кстати говоря, я понимаю, собственно говоря, ваш постулат, что вот из-за этих двух бюджетных лент количество картин просто снизится в следующем году, производимых. Потому что помните, когда Бондарчук снимал «Войну и мир» в тот год, что-то в пределах 10 или 15 картин произвел Советский Союз, всего вообще. Конечно, эти фильмы, они оттягивают кадров, у нас кадров определенное количество, они нацелены на то, чтобы... Как кризис влияет на кинопроизводство и кинопрокат, кстати говоря? Кинопрокат, ну мы хотели бы, чтобы он, конечно, минимально влиял, и наша задача обеспечить вот это вот минимальное воздействие. Конечно, спонсоров меньше, возможно, спонсорского участия меньше по кинопроизводству. В кинопрокате тоже, ну, если снижается в целом уровень жизни, да, но мы хотели бы... Сегодня, что это возможно, что это нам по силам, то есть в этом году тоже, опять же, развитие кинопрокатной сети шло непростыми путями, были конкурсные условия. И сейчас в целом, когда запущен огромный механизм, кинопроизводители оборудования, они просто не успевают производить и отправлять его транспортировать до местного значения. Мы выполнили полностью все условия, и до конца года у нас все кинозалы, которые должны были мы вести по федеральной программе, мы ввели. Из интервью известного продюсера Александра Роднянского. Мы очень герметично, говорит он, о российском кино. Далеки от мирового кинопроцесса и очень увлечены собственным кино. Можно ли это транспонировать на Якутию? Ну да, наверное, в чем-то наш якутский кинематограф является наследником советской киноиндустрии. И это больше действительно то старое, доброе советское кино, которое продолжает те традиции, которые затрагивают вообще вопросы жизни человека, его какие-то внутренние состояния, вопросы морали, вопросы нравственности, говорят о чем-то общечеловечном, о каких-то общечеловеческих проблемах. Это не Голливуд в чистом виде, и мы, наверное, не должны к этому стремиться. Наше время истекло, мы здорово поговорили. Спасибо. Напоминаю, что в гостях в арене событий был Владислав Левочкин, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин